Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и сегодня у нас полюбившаяся уже вами рубрика «Ответы на ваши вопросы о жизни в Аргентине». И чтобы такие видео выходили почаще, не забывайте вон там вот внизу в комментариях писать ваши вопросы, а я буду такие вот регулярные дайджесты составлять, записывать и рассказывать свое видение о жизни в Аргентине, как это вижу я, опираясь зачастую именно на официальную статистику, как это будет в сегодняшних ответах на вопросы и так далее. То есть чем активнее будете вы, тем активнее на канале буду я. И кстати напишите, мне вот интересно ваше мнение, подобные видео вы смотрите активно, но когда я записываю видео о каких-то интересных местах в Аргентине, да, из путешествий, из прогулок по Буэнос-Айресу, активность намного ниже, а эти видео, они наоборот у меня занимают больше времени на то, чтобы снять, на то, чтобы сделать монтаж, подготовиться, сделать озвучку и так далее. Нужны ли вам видео о путешествиях, об интересных местах по Аргентине или только болталки? Потому что для меня легче, конечно, для вас снимать подобные болталки. Минимум продакшена и минимум подготовки. Если интересно и о достопримечательностях Аргентины, о местах о жизни в Буэнос-Айресе и в других частях Аргентины, пишите, чтобы я знала ваше мнение. Итак, погнали по вашим вопросам за последнюю неделю. Вопрос один из таких самых частых, и в принципе у меня он идет из видео в видео практически. Как снять квартиру в Буэнос-Айресе? Какая стоимость аренды квартир в Буэнос-Айресе? Правда ли, что меньше, чем за 1000 долларов найти невозможно, как пишут во всех чатах? Как снять квартиру в Буэнос-Айресе? Первое. Вы должны определиться, какую сумму вы готовы тратить на аренду. Потому что такого понятия, сколько стоит аренда, его нет. Я уже об этом из видео в видео говорил о том, что можно и вообще самозахватом жить, и самостроить здесь есть. Можно снять в аренду за 150, за 200 долларов. Другой вопрос, такое качество жизни вас устроит или нет. Хотя, с другой стороны, если нет больше денег, чем 200 долларов, вы готовы платить только 200 долларов. Ну, значит, это ваш предел, да, и здесь уже выше головы не прыгнешь. Готовы платить 150-200 долларов? Найти можно. Вы смотрите квартиру за 1000 долларов, она вас не устраивает, и вы готовы платить 1500-2000. Это тоже ваш уровень, да, и цена вашего комфорта. Поэтому из видео в видео я повторяю. Вы определитесь, какую цену вы готовы платить за аренду в Буэнос-Айресе, смотрите предложения, какие есть на эту цену, и уже из этого делаете вывод, подходит вам жизнь или не подходит вам жизнь в Буэнос-Айресе. Но не забывайте, что Аргентина – это не только Буэнос-Айрес, да, есть окрестности Буэнос-Айреса, есть другие провинции. И Буэнос-Айрес не единственный город-миллионник. Есть другие крупные города, как, например, та же Кордова, да, где население больше миллиона, и стоимость аренды будет значительно ниже, чем в Буэнос-Айресе. Другой вопрос, чем вы там будете заниматься, но если город-миллионник, то, значит, тоже там работа есть, люди как-то там живут и так далее. Еще раз, Аргентина – страна для всех. Здесь каждый найдет свою нишу, экономную, среднего класса, роскошную жизнь. Здесь, в Аргентине, есть все. Просто нужно постараться потратить время и найти, ну, или подключить кого-либо из риэлторов, который за вас сделает эту работу. Что нужно для аренды? Что нужно для аренды, зависит от того, как вы договоритесь с риэлторовской конторой, да. Если вы ищете аренду подешевле, то всегда, это практически всегда будет долгосрочная аренда, да. Обычно это три года. Чтобы это было дешево, это зачастую будет без мебели. Но это уже второй вопрос. Главное, что когда вы снимаете, оформляете аренду на три года, то с вас всегда потребуется справка о ваших доходах на территории Аргентины. Ну, так устроен местный менталитет, что им неинтересны ваши доходы за пределами Аргентины. И нужен гарант. Но это что касается долгосрочной аренды. Аренда может быть краткосрочная. Вот я, например, работаю в риэлторовской компании, которая еще в начале 90-х годов, когда была пятая волна российской эмиграции. Это, кстати, аргентинская контора, да, риэлторовская. Они тогда уже первыми в Аргентине предложили для эмигрантов такие вот краткосрочные, шестимесячные аренды, которые по законам Аргентины не требуют такого количества бумаг. И они продолжают в этом секторе работать по сегодняшний день. И вот я тоже в такой компании работаю. Так что, если у кого-то проблемы снять квартиру, можете обращаться. Почему в чатах пишут о том, что дешевле, чем за 1000 долларов, найти квартиру невозможно? Объясню. Те, кто занимается арендой квартир, риэлторы или просто помогаторы, неважно, да, они берут с вас за сервис своих услуг сумму, которая равна в среднем месячной аренде. То есть, если он для вас найдет квартиру за 1000 долларов, то вы ему должны будете по договору эту 1000 долларов заплатить. Если же вы будете запрашивать аренду за 150, за 200 долларов, во-первых, больше, беготни, чтобы найти такую работу, чтобы найти такую квартиру, а в результате он получит за свою работу оплату в виде 100 долларов, 200 долларов. Оно ему надо. Поэтому риэлторы и пишут, что мы меньше, чем за 1000 долларов не беремся. А вы считаете, это как, что меньше, чем за 1000 долларов не найти. Можно найти. Просто вы или сами ищите, или соответствующая риэлтора, может быть, найдете. Я вот, например, тоже за 100, за 200 долларов я не буду бегать и искать. И это, в принципе, нормально. Мы работаем для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот этот сектор неинтересен, поэтому он и отрезается многими риэлторами. И это не потому, что русские такие. Меня здесь вот тоже в одну риэлторовскую компанию приглашали на работу, когда увидели мое резюме или куррикулум, так это называется по-испански. О, это то, что нам надо. И поскольку у них там человек, который занимается кадрами, в этот период находилась в отпуске, то другие работники этой компании решили проявить инициативу. Звонят мне с предложением. Слушай, я вот тут подумал и решил, мы с тобой так классно можем сотрудничать. Вот ты приводишь того человека, который хочет арендовать квартиру за 4 тысячи месяц, сразу платит за 6 месяцев вперед, вот 24 тысячи долларов, да, плюс за мою работу как риэлтора мы с тобой поделимся, прикинь, сколько денег сразу заработаем. Это то, как размышляют аргентинцы, не только русские. слава богу, да, вот сразу мне показали уровень работников этой риэлторовской компании, я уже поняла, что дальше, в принципе, даже можно, если пригласят, когда на собеседование, когда выйдет их человек по кадровой работе, может туда не идти и не тратить свое драгоценное время, потому что сейчас я нашла компанию, риэлторовскую компанию, где адекватные люди и все, что мы с ними прорабатываем и как мы работаем, это то, что нравится мне, это то, что ложится на русский менталитет, потому что компания 30 лет на рынке специализируется именно на вновь пребывающих иммигрантах и она знает, как с ними работать. Следующий вопрос, как с денежными переводами из России? Ну, я уже говорила, что с переводами здесь вообще как бы все слишком затруднено, поскольку вы будете снимать в банках по официальному курсу, то есть в два раза меньше. Оно вам надо, для этого есть другие способы, кроме как банковских переводов, и та же крипта, и там соседний Уругвай, переводы по Western Union и так далее. Все эти вопросы решаемы, только они не настолько прямолинейны, как мы привыкли, если вы живете в какой-либо другой стране этого мира. Все это решается, но немножко сложнее, немножко так вот другими путями, способами и так далее. В общем, когда у вас будет конкретный запрос, вот мне нужно столько-то денег перевести, обращайтесь, есть много людей, которые этим занимаются. Я лично не занимаюсь, но как бы есть кому перенаправить. Вот еще вопрос, очень важный, кстати, для понимания жизни в Аргентине, который поступил от моей подруги по Фейсбуку о доступности Аргентины для людей с ограниченными возможностями, поскольку это моя подруга, она тоже как бы прикована к инвалидной коляске, сама она из одной из стран бывшего Советского Союза, сейчас живет на территории Испании, и в принципе в Испании с этой темой вообще все прекрасно. Вопрос она мне этот задала где-то неделю назад или чуть больше, поэтому я последние дни ходила и присматривалась, как же оно жить в Аргентине, если ты прикован к инвалидной коляске. Тут сразу могу сказать, что даже на улицах нет столько людей в инвалидных колясках, сколько ты их видишь в Европе, в той же Испании и так далее. Доступность, скажем так, частичная. Вот, например, я сейчас живу в пригороде, да, и в Буэнос-Айрес я езжу на пригородной электричке. Перрон на вокзале с одной стороны, например, может иметь доступ для инвалидной коляски, например, когда ты выезжаешь в Буэнос-Айрес, а когда приезжаешь, может не иметь, или на какой-то станции есть и на прибытие, на отбытие, на другой станции нет, хотя по большинству своему есть. Кроме того, на самом перроне есть четкие отметки, куда становиться людям в ожидании прибытия поезда, да, и когда они становятся на эту точку со своей, в своем кресле, или в своей карете, правильно сказать, да, то они могут рассчитывать на то, что когда подойдет поезд, дверь откроется непосредственно перед ними, именно та дверь, зайдя в вагон, перед вами будет место, специально оборудование, оборудованное для того, чтобы там закрепить ваше кресло, вашу карету, и оно не двигалось. Другой вопрос, как вы потом будете на вокзале выходить, хотя, наверное, в большинстве случаев есть, встречались мне единичные станции, где этого нет. Что касается метро, в метро не спуститься, потому что в метро практически нет лифтов, везде обычные ступеньки, чтобы спуститься в подземелье, автобусы, я не вижу специальных платформ у самих автобусов, да, вот этих выдвигающихся, чтобы можно было беспрепятственно заехать. С другой стороны, да, у нас есть метробусы так называемые, и когда они останавливаются возле платформы, то подножка автобуса, она сравнивается с платформой, самой платформы, на которой вы ожидаете, но это только в некоторых частях города. То есть на протяжении всего маршрута у автобуса могут быть такие платформы, а может их и не быть, хотя вот их делают все больше и больше. Что касается домов, опять же, ну, наверное, даже половина домов не приспособлена для того, чтобы можно было комфортно заехать туда на кресле. Даже вот я живу, дом новый, да, он только был сдан в эксплуатацию в 22-м году. у нас от калитки до подъезда две ступеньки. Потом, когда в подъезд заезжаете, он какой-то такой вот искривленный, чтобы попасть в лифт, и я даже не знаю, насколько там это кресло может развернуться, потому что, когда мне привозили мой диван, он не смог вот так вот зайти, чтобы поместиться в лифт, пришлось затягивать его через окно. Если говорить о тротуарах в городе, везде есть съезды, то есть перемещаться по городу возможно. Вот как-то так, то есть сказать, что город приспособлен и комфортен нельзя, потому что что-то делается, но до того уровня, который есть доступности в Европе, еще очень и очень далеко. Поэтому если такой человек хочет путешествовать в Аргентину, ну в принципе или заранее все продумывать, какие-то маршруты, когда делаете аренду для себя, заказываете аренду жилья, тоже смотреть и спрашивать у хозяев доступность. В отелях зачастую есть, я даже вижу в некоторых учреждениях, таких как музей и так далее, например ступеньки, есть специальный на поручнях аппарат, который вам поможет ваше кресло поднять на следующий уровень. Поэтому говорить, что совсем недоступно, нельзя, очень много делается, там, где сейчас можно что-то исправить, исправляется. Ну вот на примере моего нового дома ничего не сделано, хотя в той же Испании есть закон, что ни один дом новый, даже 2-3 квартиры, он не сдастся в эксплуатацию, если у него не будет такой доступности. Следующий вопрос. Подскажите, есть ли в продаже земельные участки в пригороде Буэнос-Ареса, какие цены примерно? Конечно же есть, потому что вокруг Буэнос-Ареса постоянно строится много закрытых вот этих каунтри-клабов, на территории которых дома. И как я уже говорила в одном из предыдущих видео, где я отвечала на ваши вопросы, но это не так, как в Европе, не так, как в России. Вы купили дом, купили землю, где захотели и там поставили дом, потому что поставить дом, построить дом в поле это опасно, он не будет охраняемый и вы будете просто обычной приманкой для бандитов, разбойников и так далее. Что касается цен, цены есть разные. Даже если мы говорим о пригороде Буэнос-Айреса, тоже рассказывала неоднократно, есть северный пригород Буэнос-Айреса, это безопасные пригороды, а есть южные пригороды, куда не стоит вообще заходить, не то, что там строить дом. Опять же, каждый из нас сам выбирает свой уровень комфорта и безопасности. Если у вас ограниченные средства, но вы хотите свой дом, хотите его построить, вы не боитесь, потому что у вас там в этом доме, например, кроме кровати, не знаю, там стола, еще чего-то, всего самого необходимого для жизни, у вас ничего не будет, вы не боитесь, что вас когда-либо ограбят, потому что, ну, каждый из нас имеет право жить там, где он хочет, но это ваш выбор, конечно же, оно есть и можно найти, поэтому говорить о ценах, ну, опять возвращаюсь к вопросу, определите, сколько у вас есть денег, и исходя из этого ищите земельный участок, потому что пригород Буэнос-Айреса, он большой, есть 20 километров от Буэнос-Айреса, а есть 100 километров от Буэнос-Айреса, это тоже пригород, да, есть на север пригород, на юг, на запад, и от этого будет, зависит цена, найти очень-очень дешево в вашем понимании, да, вот как вы это понимаете, можно всегда, вопрос уже идет качество и безопасно, качество в том числе, например, доступности общественного транспорта, потому что он может быть не везде, если мы говорим о покупке участка в поле, поэтому исходить надо от другого, отталкиваться от той суммы денег, которую вы хотите потратить на этот участок, и уже от этого плясать. Елена, сколько денег нужно для нормальной жизни в месяц с учетом всех расходов? От полутора тысячи долларов? А, если вы хотите комфортно жить, то примерно я так определяю эту сумму, да, полторы тысячи долларов на человека. И опять же, в зависимости от того, где снимать квартиру, да, или, например, вы купите квартиру, и вы уже только у вас в эти расходы не будет входить ваша аренда, потому что аренда, она занимает достаточно большую часть от расходов месячных, и опять же, нужно отталкиваться от этого. Можно ли комфортно жить на полторы тысячи долларов? Я, например, этот вопрос читаю да. Так, да, можно. И очень хорошо можно жить на полторы тысячи долларов в Буэнос-Айресе или в его пригородах. Вот еще интересный вопрос. Даже не вопрос, а утверждение. По мне, так дальше Панамы нет смысла забираться к ремонту, криминалу выше крыши. Тут я не поленилась, залезла в интернет и поискала статистику о криминале в Панаме и все, что за ее пределами. Кстати, одна цифра меня вообще просто поразила, скажем так, выстрел в голову. Итак, количество умышленных убийств на 100 тысяч населения. Ну, это средний показатель преступности, потому что показатели могут быть и разные, но вот это самые распространенные. Так вот, в Панаме на 100 тысяч населения умышленных убийств 9,7. при этом, что меня вот больше всего удивила цифра в Гаити, которым все так пугают, что в Гаити нельзя даже из самолета выходить, да, то есть, вы белый человек, все, вас там убьют, вообще в Гаити делать нечего, живыми из Гаити никто не выходит. И вот слушайте цифру, то есть, если у нас в Панаме на 100 тысяч населения 9,6 убийств, то в Гаити 10,04 практически одинаково, потому что есть показатели, которые значительно разнятся, там, даже Колумбия 25, там, Мексика, я там, не помню, 30, по-моему, с чем-то, но 20-30, не помню, там, Венесуэла 50 и так далее. То есть, это не то, что близкие цифры друг к другу, но вот в Панаме такое же количество убийств на 100 тысяч населения, как и в Гаити, примерно столько же в Парагвае, и дальше пошло по уменьшению, правда, в перемешку, вот, меньше, чем в Панаме на территории Латинской Америки, это Парагвай 9,2, Перу 7,6, примерно столько же в Ругвае 7,6, даже в Никарагуа, да, тоже очень часто пугают высокой преступностью в Никарагуа. В Никарагуа тоже на 100 тысяч населения 7,3, Панама, напомню, 9,6, Боливия 6,3, Аруба, ну, это самая безопасная страна, не только в Латинской Америке, но, пожалуй, наверное, во всем мире, в Арубе 1,9 на 100 тысяч населения, Куба 4,9, Чили 3,4, Эквадор 5,85. И, что касается Аргентины, отдельно скажу, чтобы еще раз напомнить цифры, потому что комментарий был под видео про Аргентину, и так, Панама 9,6 на 100 тысяч населения, а Аргентина 5,9, то есть в два раза меньше, поэтому люди, которые утверждают, что Панама единственная безопасная страна, вы просто не знаете статистику, вы просто наслушались где-то какой-то рекламы, расхвалений, тех же помогая, о том, как классно жить в Панаме, и поэтому считайте эту страну безопасной. Но, извините, цифры наше все, да, то есть есть статистика по убийствам, это конкретно, это не то, что там у вас, вас напугали, там из кармана вытащили кошелек, у кого-то вытащили, пошел заявил в полицию, у кого-то вытащили, он не пошел, потому что, знает, все равно не найдут, а это конкретные зарегистрированные убийства. Поэтому рассуждение о том, как опасно в Аргентине, там в Панаме или в Коста-Рике, классно. В Коста-Рике, кстати, количество убийств на 100 тысяч населения еще выше, чем в Панаме, там 10 с чем-то, или около 11. Поэтому вот это вот постоянное расхваление Панамы и Коста-Рики, как самых там прогрессивных и безопасных стран, оно не имеет под собой статистической почвы. В той же Аргентине в два раза меньше. И также я вам назвала цифры в Чили, Куба, Аруба, Эквадор, вот тоже как и в Аргентине цифра одинаковая. Поэтому проверяйте, просто проверяйте цифры. Еще вопрос, а где недвижимость более дорогая, в Буэнос-Айресе или в Март-де-Ль-Плато? В столице, конечно, вроде должно быть дороже, но Март-де-Ль-Плато, как я понял, курорта. Курортные цены могут быть на уровне столицы. В Март-де-Ль-Плато дешевле, чем в Буэнос-Айресе, несмотря на то, что это курорт. Потому что курортом Март-де-Ль-Плато является по большому счету два месяца всего, в году январь и февраль. Все остальное время года это обычный город. Может быть, даже более скучный, но однозначно более скучный, чем Буэнос-Айрес. Поэтому, да, в сезон аренда высокая. Да, есть квартиры, которые сдаются на курортный период по одной цене, остальное время года более экономная цена. И это значительно дешевле, чем в Буэнос-Айресе. Спасибо, Елена. У меня вопрос, почему переехали из района Палермо? Рассказывала на Ютубе, когда я приехала, да, я жила в Палермо. И вообще, первые, сколько там получается, 4 или 5 месяцев, я жила непосредственно в городе Буэнос-Айрес. Я в разных местах жила, не только в Палермо, но тот период, когда я жила в Палермо, он мне очень сильно помог полюбить этот город. Да, я уже, наверное, говорила не раз, что сразу Буэнос-Айрес мне не зашел. Мне в некоторых зонах не хватало воздуха, просто-напросто обычного воздуха, чтобы дышать. Когда я переехала в Палермо, я влюбилась в этот город, я увидела, что на самом деле здесь очень много зелени. Но опять же, много зелени где? Вот в Палермо, в Ретиро и на Риколете. Да, вот основные вот эти, северная зона, плюс Белеграна еще. Вся вот эта северная кромка Буэнос-Айреса, она зеленая. Это та зона, где жить комфортно, где сады, парки, ботанические сады и так далее. Все, что пошло южнее или на запад, чем дальше от вот этих вот районах, столь излюбленные нашими российскими экспатами, тем меньше зелени, меньше парков, более загрязненный воздух и так далее. Почему я уехала из Палермо? У меня, в принципе, сразу, я когда приехала в Аргентину, я рассчитывала жить в загородной зоне. Именно с такой целью я и ехала, нет, не с целью, правильно сказать, с такой идеей я ехала жить в Буэнос-Айрес. Но я понимала, для того, чтобы узнать этот город, я же изначально планировала работать гидом, чем, в принципе, я сейчас и занимаюсь, но из-за загорода не накатаешься каждый раз изучать этот город. Поэтому первое время я жила непосредственно в самом городе. Я в день нахаживала по 10, по 20 и по 25 километров, чтобы изучить этот город. Я жила в разных его частях, не только в Палермо. Поэтому город я знаю прекрасно. Иногда даже, когда я начинаю перечислять все районы, где я жила, люди удивляются, как я могла так успеть. Но вот успела я. Почему я уехала в загород? Ну, потому что я вообще в своей жизни всегда живу в пригородной зоне. В центрах городов за свои 50 с лишним лет я жила в общей сложности лет 10, не больше. Если говорить о жизни в эмиграции, то в центре города я жила всего один год. Вот последний год в моем любимом Сантандере я жила в городе. Все остальное время в Испании я жила в пригороде. В Венесуэле я жила вообще в загородной зоне. И в Аргентину я ехала с целью жить на природе. Что я, в принципе, сделала. Так, следующий вопрос. Леночка, здравствуйте. Если хотите меня оскорбить, то вот называйте Леночкой. Даже бабушка так не срабатывает, как Леночка. Скажите, а что бы вы посоветовали начинающим эмигрантам пожилого возраста? Ну, во-первых, у меня есть отдельное видео об эмиграции после 50. У меня есть отдельное видео про эйджинг. И поэтому, по большому счету, я не понимаю разницы переехать в эмиграцию в пожилом возрасте, в среднем возрасте или там в молодом, о чем, кстати, будет сейчас, я смотрю, следующий вопрос. Но первое, что можно посоветовать, ничего не бояться, особенно вашего возраста. Потому что эйджизм, он присущ только для России. Даже если вы там приедете в 50 и вы планируете искать работу, ну, это нормально. Учить, конечно же, язык, потому что в пожилом возрасте учить язык достаточно сложно, да, после, там, не знаю, 35, после 40. У меня вот это было после 40, когда уже чуть-чуть замедление пошло работы головного мозга при изучении именно иностранного языка. Но изучение иностранного языка это зарядка для вашего мозга, оно вам только на пользу пойдет. Поэтому что-то особо советовать из-за того, что у вас возраст какой-то особенный, я не знаю. Наслаждайтесь жизнью, ничего не бойтесь. Вот все мои советы. Следующий вопрос. Лена, спасибо за ваш позитив и вдохновение. Мне только 32, но я сталкиваюсь с тем, что большинство считают, что поздно куда-то уезжать, сложно будет влиться в культуру и язык с нуля, но с вашими видео убеждаю, что все возможно. Но опять же возвращаясь, вот этот вот эйджизм, он присущ только для постсоветского пространства. 32 начинать все с нуля, а в Европе в 32 еще не начинают. Я вообще так вот наблюдала за тем же испанским населением. Они до 40 еще мальчики, после 40 начинают как-то вливаться в жизнь и после 55 они уже переходят в возраст чуть-чуть так вот взрослого-пожилого, если так можно выразиться. То есть у них такой пик экономической активности, пик социальной жизни, он как раз приходится вот на вот этот небольшой промежуток. Даже в 40 они там еще дети практически. Даже, наверное, правильнее сказать, с 50 до 60 у них пик экономической и социальной жизни, а до 50 они наслаждаются жизнью, готовятся к жизни и так далее. Уже после 60 они переходят в категорию, когда пора пожинать плоды своей жизни. Поэтому, когда мне вот пишут подобное, что в 32 кто-то говорит, что поздно куда-то вливаться в культуру, начинать изучать язык, я испанский после 40 начала учить. Ну, может быть, там какие-то мои первые попытки были в 38-39, но от 40 это недалеко. И ничего прекрасного. Вот сейчас, кстати, переехала в Аргентину, когда я переехала, у меня было 53. Это, в принципе, отличающийся от кастильского испанского языка, да, в Аргентине. Язык другой. Основа, в принципе, та же, но и опять же не везде. Ну, ничего уже освоила, адаптировалась, так сказать, к аргентинскому варианту испанского языка, несмотря на то, что мне далеко за 50. А в 32, в принципе, можно начинать учить сразу 10 новых языков. Еще один интересный комментарий. Как же это грустно, любить родителей по скайпу и не иметь возможности обнять своих внуков. Ну, начнем с того, что у меня внуков нет, да, и несмотря на то, что там меня все знают как бабушку в Аргентине, я не бабушка, у меня внуков нет, поэтому мне некого обнимать. Ну, и сын у меня тоже, он живет не в России. Мы с ним часто живем где-то рядом. Когда я жила в Испанию, он приехал в Испанию, да, мы жили в разных городах, но как бы самолеты летают, поезда, автобусы ходят, друг к другу в гости ездили. Он когда переезжал в Швецию, я тоже к нему в Швецию ездила, я приехал в Аргентину, он приезжал, навещал меня здесь, три месяца был со мной. Ну, в принципе, люди, мы живем в 21 веке, транспорт есть, поэтому хочется кого-то обнять, сели, поехали и обняли. По поводу того, что трудно любить родителей через скайп, я сама, как мама, да, 33-летнего сына, скажу, мне не трудно любить сына через скайп, потому что я не хочу, чтобы он свою жизнь привязывал рядом со мной. Я хочу, чтобы мой сын путешествовал, познавал этот мир, чтобы он пожил в разных странах, выбрал ту страну, которая ему там больше нравится и так далее, потому что это чистый эгоизм, считать, что мы родили своих детей для того, чтобы они нам жили рядом с нами, помогали, принесли нам этот злосчастный стакан воды. Простите, я себе сама могу воды налить еще. И так далее. Это чистой воды эгоизм. И последний комментарий, который, кстати, вот написал аргентинец через гугл-переводчик, поэтому просто зачитаю его. Я приветствую русских, чтобы они поселились здесь. Мы их очень ценим. Советую изучить другие города, узнать об аренде в Мардельплата, Кордобе, Мендосе, Паране, Токумании или еще где-то там, где много городов разных стилей и разновидностей. Я мог бы также упомянуть Борелочи, Тандиль, Сан-Мартин-де-Лос-Андес, Неукен, Вьедму, Вилья-Карло-Спас, Вилья-де-Мерло, Лапунта, Пинамар, Мирамар, Эль-Калафаты и так далее. Все зависит от того, что вы ищете в Аргентине. Хотя Буэнос-Айрес, конечно же, красивый город, но арендная плата здесь дорогая, и я не рекомендую это место или его окрестности пригород Буэнос-Айреса. Для постоянного поселения по нескольким причинам. Всего вам наилучшего. Вот вам, пожалуйста, комментарий аргентинца на часто задаваемые вопросы о том, где лучше жить и об арендной плате. Однозначно, что, естественно, Буэнос-Айрес, это столица, как в любой другой столице любой страны мира, здесь, конечно же, аренда будет дороже. И, конечно же, Аргентина не ограничивается только Буэнос-Айресом, в котором, кстати, живет треть населения всей Аргентины. Аргентина огромная. Здесь есть города на любой вкус, на любой кошелек, с любым климатом и с разными активностями. Так что, где жить в Аргентине, искать вам, конечно же, для этого нужно приехать, попутешествовать по Аргентине, выбрать там, где еще... И вот вы приехали, и вот вам так классно, да, вот как у меня вот эта квартира в Сан-Исидро. Я когда ее увидела, я сказала, все, я больше ничего нигде не хочу смотреть. Я хочу жить именно здесь. Так же может произойти и с вами. Вот вы куда-то попадете в Аргентине, и все, вот я хочу здесь жить. Вот у меня такое еще, кстати, место в Сальте. Вот я там была, и хочу еще туда приехать, и месяц пожить, и просто, да, насладиться этим городом. Настолько мне там классно понравилось. И поскольку я только половину Аргентины на сегодняшний день изучила, сейчас планирую следующую половину изучать, я просто уверена, что я найду еще другие места, где у меня возникнут абсолютно такие же чувства. И на этом, в принципе, на сегодня все. Хотите больше знать об Аргентине, там вот в комментариях оставляйте свои комментарии, на какие темы вы хотели бы еще получить ответы, какие темы мне еще раскрыть в моих обзорах еженедельных, а я буду вам на них постепенно отвечать. На этом у меня на сегодня все. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас.